всем привет друзья с вами илюха и сегодняшнее наше видео будет касаться в принципе соответствия историчности наши дамаг модели в игре то что дома дамаг модель после последних патчей вышла кривая но в принципе об этом знают большинство людей кто сидит на форумы игры там все уже изжёвано и с примерами там со сказами если кто не в курсе вкратце поясню кто может быть незнаком сейчас в нашей игре сейчас синие самолеты в подавляющем большинстве обладать каким-то ну неким таким чрезмерно сильным убер дамагом можно сбить там с двух трех четырех там попаданий но в принципе если попадете там 6 8 раз то любой практически истребитель развалится без проблем если же летая на красных самолетах то сбить можно буквально там ну быстро сбить это если убить летчика или поджечь вражеский самолет в других случаях если попадаете по крыльям там ну разбрасывайте так сказать попадание по по фюзеляжу самолета то дамаг будет ну так себе вам надо пилить очень долго но не суть как бы когда это поправит еще неизвестно разработчики сказали что в ближайшее время дамаг модель правиться не будет но не суть давайте просто покажу вначале один инцидент в котором я попал вместе с вирусом мы летали на темпестах темпост вооружен очень мощная пушка и бритиш хиспана по моему марк 5 модификация если я не ошибаюсь это очень мощная пушка британская это вам не какой-то ашвак советский то есть она действительно была очень мощная в общем попали мы вдвоем с ним по фоке двадцатью снарядами посмотрел статистику сервера попадание были именно двадцатью снарядами то то есть не вот эти которые попадания пишутся там но поясню просто там значки там которых может быть много когда заходите в статистику вылета подробнее им это именно бы было попадание именно 20 снарядов дайте просто посмотрим для начала как это все выглядело а потом разберемся это немножечко замедленной киносъемки погнали ну нехер заходить за на получил она он не фокус 0 и падает там скорее она труба вообще я выключил она автор с ним крутится пытается убить вам кстати вышел засадил она все равно висит для наших испанных даже не мешать ну да подумаешь одна из самых мощных а он горит уже да смотри нет это это стреляет но она еще засадил блин тут мочи с тобой не столкнулись по классике и еще и это я как вы виду по трассе разрушка просто нет вон по нему сам по нему сам уже херачит а мне кажется она не выйдет уже выйдет она это же да в принципе не 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 она что-то слишком это он сейчас уснул сейчас это что проснет он сейчас еще ходит да вижу ну начат добавил мощи да хорош уже сжать моих испанующих похеру чудо-самолет руками что опять залагал зен открылись смотри его шагу становится да нахер я я брошу я наверх пойду нахер она не усралась живет вообще как не в себя блин четыре залповский спам на кукань или у меня все затяжеляется она просто летит да я не надо там а ножки херачат я по я пойду это мой последний раз зайду на нее музыка не трость вон она и по херачи подумаешь так зашел зашел нет там там по нолям какие-то канонки да и забей тогда тут потому что еще появились какие-то самолётики она таки домой идет ну-ка я сейчас зайду наверно на него сам ты захочешь тоже до близко нуля ну давай и если ты за не гонишь сейчас вот по присутствию рядом просто чек на ситуацию все ты догоняешь да прям в кабину садил он так этим от войти испаны она до сих пор этого мне что там отвалил зато чего упал чтобы ну хорошо все это погнали я тут сзади где-то выше на тебя заходить должен быть эти уже не вижу под нос ну вот в принципе ребята и все а давайте теперь внимательно посмотрим замедлен на киносъемки сами попадания и попробуем по анализировать собственно говоря характер повреждений то есть вот первый заход он самый незначительный тут залп будет слабый принципе почти никакой так вот давайте ставим на замедленную съемку и смотрим тут попало буквально там один снаряд что ли если не ошибаюсь ну из тех попаданий что мы видим видите тут отлетают какие-то фрагменты и попадание было возможно куда-то в район хвоста так итак у нас теперь вот второй заход здесь стрелял я и вирус здесь за определенную сложность будет доставлять то что стрельба велась из-под капота и мы сразу говорю что мы не увидим все попадания смотрим внимательно и давайте теперь по кадру посмотрим внимательно вот пошла стрельба там как видите снаряд уже летят что там сейчас происходит момент я не вижу но мы видим уже видите два кусочка что есть попадания были куда-то там то есть вот они попадания идут и внимательно сейчас мы уже можем видеть что в результате этих попаданий у нас отлетело крыло и вот тут ну такие две может быть достаточно большие пробоины в самом правом крыле оброшу обратить на это внимание это очень важно ну и пока цен у нас элерончик дальше смотрим в этот момент кстати еще через меня там стреляет вирус и вот видите вспышка это уже по моему не мои попадания а его вспышка у нас получается практически сзади в район кабины ну сзади кабины не в районе а сзади кабины там что-то происходит тут я ничего не вижу но маленький момент еще вот видите еще трассе рельтят и собственно характер повреждения мы не сможем оценить потому что этот рамка фонаря нам скроет кое-что сейчас вот видно вспышка происходит вот видите следы от нее пошли там что-то еще куда-то залетает в этот момент но что именно точно мы уже тут с вами не увидим и так смотрим третий заход вот он третий заход тут зал будет ну так себе маленький нюанс обратите внимание на скорость скорость у нас тут достаточно большая там что-то в районе 400 по моему 20 что ли километров в час в общем я сидел считал по калькулятору мы летели где-то со скоростью здесь примерно 700 километров с того момента как будет видно видны последние деления спидометра и мы еще разгонится чуть больше то есть в момент стрельбы у нас по фоке скорость у нее будет где-то примерно там может быть 720 730 километров в час то есть вот обратите внимание что у фоке скорость больше 700 планер поврежден вот пошли сейчас выстрелы но эта очередь не очень удачная как видите попадание есть в район левого кончика крыла то то что мы видим вот еще попадание уже в центр крыла вот еще какие-то вспышки отлетают то есть но в крыло тут не знаю там 23 там непонятно количество снарядов попала причем это крыло у нас летит на большой скорости но она была целым в принципе может быть и выдержала я не знаю а вот правое крыло у нас она повреждена вот сейчас попадание смотрите еще пошли здесь уже попадание в корень крыла тут ну наверное может быть четыре снаряда попала не знаю сколько точно но несколько снарядов точно попала в левое крыло дальше вот еще попадание пошло в правое крыло прошу обратить внимание что у нас уже здесь не было закрылка был была большая дырень примерно как раз вот в этом месте где взрыв происходит там было одна или две больших дырки был покоцан элерон да то есть скорость у нас 700 там чем-то километров в час крыло уже сильно прослаблено в это же самое прослабленное место практически влетает еще несколько снарядов но у нас фоки сделаны из магического не знаю титаниума какого нет наверно так что ничего у нас по факту не произошло ну и так теперь давайте посмотрим последний залп сразу хочу сказать что если бы сейчас еще фоки никто бы не наносил повреждений я думаю что у него ну были практически все шансы на то чтобы просто там ну домой прилететь и удачно сесть вот этот последний так сказать добивающий залп здесь стреляет вирус к сожалению у меня нет съемки с его кабины и тогда не посмотрел и он скорее все это уже удалил поэтому мы не можем видеть собственно сами повреждения но после попадания в кабину и там еще куда-то как видите но трассеры очередь была очень маленькая там буквально несколько снарядов муж попала после чего и рассказал что не что-то отлетело и она попала в штопор и упала фока в таких случаях скорее всего падает штопор когда ей попадает в руль направления то есть в киль точнее когда киль отбивается она очень часто сваливается в штопор ну и тогда уже можно о чем-то говорить вот то есть по сути единственное попадание которое отправило ее так сказать в нокаут но на этом ребята в принципе это все что я хотел показать не знаю насколько вот это вот по вашему мнению соответствует либо не соответствует реальности вот можете написать об этом в комментариях потому что ну я не я лично для себя я не вижу смысла тут говорить потому что или та за красных и синих и как бы но вижу собственно говоря то что современная модель дамаг модель хоть и разработчики пытались сделать это там с учетом там всяких фентифлюшек и прочего да ну получилось у нас скажем ну немножечко не очень корректной может быть когда-нибудь это поправит может быть и нет я не знаю то есть ну просто я вам показал то что я вам хотел показать в общем пишите все что вы думаете и как говорится до встречи в новых видеороликах пока пока